друзья всем привет позвонили мне с одной из точек сказали забирать автомат автоматы под той причине так понимаю то что новые хозяева приехали и попросили всех субарендаторов съехать с данного места вот в итоге сейчас видео выложу о том как снимал аппараты эти в итоге что будем делать дальше посмотрим принципе они переживаю поэтому пойдем если что другое место найдем если нет то нет как бы ничего страшного в этом я не вижу вместо пяти точек у меня сколько там еще четыре осталось который в принципе сказал неплохо приносят выручку вот то место откуда я убрал в среднем он несколько там две три тысячи приносит поэтому в принципе особо не переживаю в этом плане все что не делается делается к лучшему правильно так же в конце видео я подробно напишу сколько принес мне тот или иной наполнитель чистой прибылью не так то что я просто пришел на точку проинкассировал и все сказал вам общую прибыль и непонятно какая из них чистая какая там вообще что и что так же посмотрите данное видео до конца надеюсь вам будет интересно что 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, составил данную таблицу. Надеюсь, все понятно объясню. Итак, начнем вот с этой вот колбы верхней левой, где попсокеты продаются. Получается, закупочная цена одной игрушки стоит 13 рублей 70 копеек. Продаем мы данную игрушку по 40 рублей. Получается, чистая прибыль с данной игрушки выходит 26 рублей 30 копеек. За месяц мы продали 10 штук. Получается, чистая прибыль у нас составляет 263 рубля. Справа... Ну, я пока не беру их в счет. Это именно та сумма, которую я по факту проинкассировал. Вот, смотрим дальше. Ну, я не буду каждую разбирать. Тут и так, в принципе, я думаю, всем все понятно будет, как я считаю. Давайте, например, вот той же самой жвачки посмотрим. Покупаю я, получается, одну упаковку за 470 рублей. В одну упаковку у нас входит 180 жвачек. Одна жвачка у нас выходит по закупу 2 рубля 61 копеек. Продаем мы их по 10 рублей. Чистая прибыль у нас составляет с одной жвачки 7 рублей 39 копеек. За месяц мы продали 50 жвачек. Чистая прибыль у нас практически 370 рублей. А справа у нас та сумма, которую мы, ну, по факту проинкассировали. Из них чисто это вот эта вот сумма, которая вот в этом вот столбце указана. Дальше, ну, давайте вот попрыгунчики, к примеру, рассмотрим. Закуп попрыгунчиков у нас, получается, обходится 1500 в одной упаковке. У нас 300 штук. Один попрыгунчик выходит по 5 рублей. Продаем мы данные игрушки по 10 рублей. Закупочная цена, получается, у нас... Ой, чистая прибыль у нас 5 рублей. С одной... С одного попрыгунчика. Продали мы за месяц 40 попрыгунчиков. Чистая прибыль у нас составляет 200 рублей. Смотрим дальше. Вот эта вот сумма, это по факту, сколько я проинкассировал. Из них чистая прибыль у меня вышла 2521 рубль. Аренда у меня составила 470 рублей. Обычно я плачу по 500 рублей, но так как меня попросили убрать данный автомат, и 2 дня я не достоял, поэтому чуть меньше заплатил. Именно вот эта сумма, по факту, которую я имею. То есть, проинкассировал, сдал аренду. Вот эта вот сумма у меня, по факту, осталась 3621 рубль. Стоимость самой точки. Как мы видим, вот одна такая стойка нам обходится 6960 рублей. Сразу скажу, ценники с 2019 года. Сейчас они как бы дороже эти товары стоят, что стойки, что сами колбы. Все это значительно дороже стоит. Итак, дальше. Одна вот такая большая колба стоит 7149 рублей. Вот такие поменьше стоят 3850 рублей. Итого данная точка обошлась мне практически в 60 тысяч. Получается, заработал я с данной стойки за все время 71403 рубля. И также я заплатил аренду 12500. Вот. Ну, также вот можете посмотреть, какой из месяцев мне принес сколько дохода. Думаю, мало кто поделится с вами такой информацией. Все обычно показывают какие-то большие суммы. Ну, вот я вам как бы, ну, правду решил показать, сколько по факту приносит данный вид бизнеса. Может, кто-то думал просто, что он приносит баснословные там суммы. Вот. Ну, по факту мы видим вот такие результаты. Данная стойка у меня находилась за городом, за пределами города. Вот. Поэтому там проходимость не сильно большая. Даже рядом расположена школа. И все равно это даже никак не повлияло на результаты. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.